Господи Боги, Господи Боги, Господи Боги Вера, как доверие Богу То есть говорится о том, что вера это не только то, что знать, что Бог есть и на этом успокаивать Некоторые говорят, да, я верю в какую-то силу, что-то такое, что что-то есть, верю в это Вера, как доверие Богу Абраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность Из книги Бытия, 15 глава Вера, как и любовь, предполагает наличие отношений В Священном Писании слово «верить» используется в значении «доверять», «веряться», «полагаться на Бога» Примером полного уверения себя Богу, то есть веры, является правотец Абраам Который верил себя Богу вопреки естественной невозможности исполнения обещанных Он сверх надеждой поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному «так многочисленным будет семя Твое» Послание к Римлянам, 4 глава Бог обещал Абрааму, что от Исаака произойдет народ великий и многочисленный Вместе с тем, Бог испытывает доверие Абраама себе, когда повелевает ему принести любимого сына к жертву Абраам уверяется Богу всем своим существам, он осознает, что Бог знает, что говорит Абраам верит обещанию Божию А потом, свят Исаака, несмотря на очевидное противоречие по велению о жертвоприношении сына Преподобный Ефрем Сирин в своем слове о Абрааме и Исааке, а также святитель Григорий Низкий в слове о божестве сына и духа И похвала праведному Абрааму, очень эмоционально описывает тяжесть испытаний доверия Абраама Богу Не только современным людям кажется испытания Абраама жестокими В древности люди отчетливо видели суровость Божьего повеления без попытки смягчить и оправдать испытания Доверие человека Богу проявляется в осознании, что всеведущий Бог знает, что говорит Бог усмотрит себе жертву сын мой, говорит Абраам Исааку Полное вверение в руки Божии видим мы на этом примере Абраам не поддался неверию, но остался тверд в вере Апостол Павел символически называет Абраама отцом всех верующих К римлянам 4 главе В ситуациях противостояния иудеев с Иисусом Христом неоднократно первые подчеркивали свою кровную принадлежность Абрааму Преднадлежность рода настолько переоценивалась иудеями, что они не видели своего духовного несоответствия Абрааму Если бы вы были дети Абраама, то дела Абраама вы делали Говорит иудеям Иисус Абраам назван праведным из-за своей веры, доверия ему Дела Абраама подтверждали имеющуюся веру Бог пришел к Абрааму и предложил ему оставить и дом, и друзей, и род свой, и средства пропитания Сказав ему Если ты совершишь сей великий подвиг веры, то станешь отцом великого народа Абраам поверил Богу Не отговариваясь, не сомневаясь, он пошел, не зная, куда идет Послание к Евреям 11 глава Абраама поставила в особое отношение с Богом его полное доверие к Богу Его совершенная готовность отдать свою жизнь в его распоряжение Для апостола Павла эта вера, и именно эта вера Абраама побудила Бога назвать его праведником Основная же мысль иудеев, с которыми полемизирует апостол, заключалась в том, что человек должен заслужить благосклонность Бога В Евангелии Господь Иисус Христос призывает людей к доверию Не бойся, только верую Евангелие от Марка 5 глава Говорит он начальнику синагоги Страх – это призыв недоверия Призыв не бояться, но веровать встречается в Новом Завете многократно Аминь Ради всех